сегодняшний день обозначился значит тем что лукашенко заявил плюс до якусь так пользователь пишет плюс то есть мы в эфире значит лукашенко сегодня заявил что он готов передать полномочия то есть фактически я понимаю он заявил о том что он готов уйти я знаю что со мной не согласен мы сейчас об этом поговорим я понял так что он готов уйти и назвал условия это изменение конституции фактически новая конституция беларуси и господин лукашенко говорит следующее значит приходите садитесь и работаем над новой конституции выносим на референдум принимаем конституцию и я вам свои полномочия по конституции передам но не под давлением и не через улицу вот так вот ну на самом деле вот то что я вижу володя вот тут кто как мы мыслим с тобой одинаково понятное дело что это все заговаривание темы да то есть для лукашенко что сейчас нужно ему сейчас нужно чтобы градус напряжения он пошел на нет чтобы люди ушли с улиц а там будет как будет но и скорее всего он потом уже справиться с этой ситуации своими стандартными методами которыми он действовал 2010 году и так далее как ты понимаешь эту ситуацию ну во первых позволь себе первое замечание шутку по поводу новой панели youtube это мне напомнило ту вакцину которую якобы изобрели в российской федерации от коронавируса под названием спутник никто толком не знает что это но тем не менее некоторые якобы уже провакцинированы ну а теперь конечно про беларусь друзья мои вы знаете вот я скажу штампом сегодняшний день для беларуси это ну слушайте переломный день я вот очень боялся все эти дни проводить какие-то параллели с нашим киевским майданом но я словил себя сегодня на мысль что та динамика с которой сегодня развивались политические противостояния политические процессы в минске беларуси вообще они не чем-то напомнили вот те дни перед самыми горячими на майдане когда все менялось буквально за несколько часов вы знаете даже вот родилась такая шутка в голове я у себя в фейсбуке не написал что это белорусский турборежим ну тут вот на канале аннексия нет разрешите ее сказать это белорусский турборежим я вот готовясь к встрече с вами вот даже покажу записал такую шпаргалочку потому что запомнить все что сегодня происходило и высказать ее быстро не рассказывая сказки как это принято среди таких вот знаете ли блогеров которые любят бла-бла-бла я вот себе такую шпаргалочку и позвольте я и воспользуюсь так как развивались события сегодняшнего дня во первых одну одну минуту одну минуту сохраним мысль сейчас просто я объявлю что у нас идет голосование на канале аннексия нет во вкладке сообщества зайдите пожалуйста друзья проголосуйте вопрос звучит очень просто какая реальная цель кремля в ситуации с лукашенко и два всего лишь два варианта ответа чтобы лукашенко ушел и чтобы лукашенко остался я вас очень прошу зайдите проголосуйте мы итоги подведем в конце эфира спасибо если можно вот этот вопрос тоже мне задай конце программы я на него тоже хотел бы ответить так вот как развивались события сегодняшнего дня во первых я хотел бы напомнить что вчера прошел так называемый прогласный митинг на который в принципе это уже доказано сводились бюджетники с близлежащих к минску белорусских городов и в общем-то заявленная акция на 12 часов фактически началась где-то после часа наверное я так думаю тоже с целью чтобы столкнуть оппозиционных митингующих у которых была акция на два часа но ничего не получилось после этого очевидно кто-то посоветовал господину луканеску а его так наверное уже называют и только в беларуси не только так называемые либеральные российские блогеры но и вся украина кто-то посоветовал по советской традиции пойти в народ и вот сегодня с утра господин лукашенко пошел на встречу с рабочими МЗКТ это очень большой минский завод я вот специально посмотрел в википедии которая изготавливает такие уникальные тягачи но вы знаете что получилось а получилось что не все рабочие-то оказались лояльными условно говоря это видео полно в интернете можете посмотреть сами его там заулюлюкали скандировали уходи он в общем-то явно с трясущимися губами повел себя как не политик двадцати четырех или сколько там двадцать шести лет стажа сказал что вы меня предаете это самое плохое и в конце ушел со сцены когда он уже ушел со сцены народ массово скандировал лукашенко в автозак о чем это свидетельствует о том что уже ему в глаза несмотря на то что там была куча сотрудников белорусского кгб куча переодетых сотрудников омона народ его уже не боится после этого а кстати да в это же время прозвучала ну самая я бы сказал значимая фраза для первой половины дня в белоруссии лукашенко заявил что новых выборов не будет либо убивать ну толпа сады меня не избавитесь пока на меня не убьете он сказал например на слову процитировал ну на это толпа как бы пожал плечами но смелые люди в интернет начали писать ну шу ж дел к уж значит другого выхода нет но это была фраза ключевая для первой половины дня как развивалась развивались события дальше значит дальше фактически уже все крупные заводы масса соединился с белазом и так далее там гомельские заводы начали бастовать полностью перестали работать белорусские шахты то есть забастовка я к чему-либо приобрела уже действительно национальный характер плюс к этому начала работать половина сотрудников государственной телевизионной компании на белоруссии они начали протестовать не работать на протестовать извини меня но программа так называемая по-моему она точно называется утро по белорусскому телевидению в эфир не вышла именно из-за того что технические работники начали бастовать дальше некоторые сизо и прежде всего как его сейчас многие называют новые белорусские освенцем после пыток это охрестина был просто окружен толпой манифестантов которые требовали освобождения политзаключенных заметьте все в это время крем официальный молчит дальше штаб оппозиции начинает формированием никого там пока рабочее название комитета на так называемый переходный период и тот нежданочка новый поворот идет заяву лукашенко о том что новые выборы в принципе могут быть но после того как ты уже сказал новой конституции референдума то есть вот по времени я даже сегодня с некоторыми ребятами юристами конституционного права советоваться это где-то года полтора вот в лучшем случае года полтора ну а худшем где-то там два с половиной дальше кремль молчит но в это время начинается новое отключение интернет беларуси и в это время просыпаются ну явно проплаченные русские которые говорят приблизительно фразы следующего содержания ну наверно знаете смысл подвожу итоговую черту наверно где-то лукашенко не прав но с другой стороны и протестующие то не прав нужно садиться за стол переговоров и так далее и тому подобное то есть как раз подтягивая вот эту идею которую высказал лукашенко поводу новой конституции референдума и так дальше это вот знаете видно настолько прозрачно и настолько смешно что мама не горю далее европейский парламент объявляет что лукашенко является персоной нон-грата европейском союзе дальше министр здравоохранения белоруссии несмотря на то что ему не удалось по его словам пообщаться с белорусскими медиками фактически он просто сбежал озвучил на сегодняшний день официальную информацию что после первого дня протестов до сих пор больницах находится 158 человек из них трое в тяжелом состоянии это прошло уже на секундочку 8 не можете себе представить степень избитых людей далее вот уж такое событие произошло с украинской стороны украина сначала было написано отзывает посла из минской было написано впервые истории но дальше понятно что дипломаты уточнили не отзывает посла а так сказать вызывает его для консультации как же украине дальше тоже такая между прочим оговорочка попали но это конечно но это вот отзыв посла для консультации это вот предпоследняя ступенька уже перед отзывом послать такой вот как знак протеста и отзыв с целью проведения консультации это разные вещи кстати не говорю про то что это нужно было сделать минимум неделю назад когда все увидели эти в общем-то дичайшие для 21 века избиения людей ну слушайте но поверьте меня кто меня там знает насколько я ненавижу и до сих пор ненавижу перпут но я припоминаю что вот тетушки которых завозили били людей стальными арматурами до смерти но чтобы омон вот так вот было несколько ситуаций реально было чтобы это было на протяжении всего дня по всех условно говоря местах где он зачищал людей но особенно то больше всех возмущает что после задержания перевоз людей так называемых автозаках и их помещали стаканы и потом пытки но реальные пытки в сизо это ну слушайте вот я честно говоря ну никак себе представить не мог что в беларуси даже при режиме лукашенко такое может быть далее мы подходим уже ближе вот сейчас дате трансляции с 18 часов был призыв всем уже известно не ксты к тому чтобы опять выходить на улице мы видим последние видео люди вышли пошел призыв уже от так называемого штаба оппозиция о том чтобы люди выходили к органам исполнительной власти и требовали их на разговор и обращение было еще вчера к мэрам и так далее вот по всей цепочке административного что выйдите к людям поговорить конце концов действующая власть уже незаконно исполняя ее функции и приказы вы тоже становитесь незаконным ну и конечно сразу хочу маленькое замечание по поводу next и сказать еще вчера я не верил что это полностью такой организационно-оппозиционной центр влияния но на сегодняшний день друзья мои давайте вот все таки будем правдивы да именно благодаря next и все координируется не суть то ведет эту в общем то все вот такого слова нехорошая пропаганда нет не пропаганда а вот все это организатор координирует да ну то есть смотри сами белорусы вот буквально мы недавно с господином волчиком говорили из беларуси тоже у нас видео на канале зайдите посмотрите кто не видел это интервью он сказал что по поводу нехты нехта она правильно произносится воду нехты есть но есть много вопросов тоже и говорит что вы не слишком уже ориентируетесь потому что не всем понятно с какой целью идет координация и так далее да тем более не забывайте что владельцу организатору главному нехты 22 года конечно если все это идет от чистого сердца идет от всего это огромный просто плюс этому человеку ну знаете вот я вот сегодня параллельно смотрел один из русских каналов не буду называть его он оппозиционный откровенно оппозиционный и было интервью вот вылетело из головы но с вот этим молодым человеком который не кто организовал и журналист его спросила с каких пор вы условно говоря не воспринимаете господина лукашенко на что основатель нефты стал за 10 лет вот меня это как-то немножко так остановило но тем не менее как бы то ни было никто выполняет свои функции по тому чтобы скоординировать условно говоря светлые силы и побороть господина лукашенко сейчас там акции продолжаются и вот вы знаете завершая свой такой небольшой может быть затянувшийся спич хочу вам напомнить одну очень старую пословицу вы помните как уж верстится на сковородке так вот я уверен что применение к политике то как ведет себя сейчас господин лукашенко войдет учебники политологии он действительно вертится так вся конституция российская федерация переговоры черт его знает что они там завтра придумал может быть конце концов он даже предложит сделать перевыборы но самое главное оппозиции сейчас не идти на переговоры с лукашенко по поводу возможных вариантов так сказать мирного урегулирования переговора может быть могут быть только одни про отсутствие насилия про переходной период любые переговоры с лукашенко о том чтобы отстрочить передачу власти это проявление слабости любое проявление слабости во время революции пусть даже и мирных может привести к поражению этого революции ну точно точно то что не войдет в учебники истории да то есть как методичка дана условно говоря лукашенко это его слабость о которой ты сказал и слабость в общении и нервозность потому что вот сегодня например лукашенко подошел к митингующим сейчас вот я точно точно скажу к сотрудникам минского завода колесных тягачей которые вступили тоже в забастовку и отказываются работать требуют перевыборов он вступил в перепалку с группой мужчин есть это видео он подошел к ним и сказал успокоиться потому что он их избивать не будет в конце разговора приказывает опустить телефон человеку который его снимал во время своего выступления также заявил что его жесткость является залогом существования беларуси но это не жесткость вот на мой взгляд я просто видел это видео сейчас мы там одна ремарочка да я просто объясню мы мы не можем поставить это в эфир потому что это авторские права и тому подобное но примерно цитата такая и лукашенко очень то есть он даже так оттолкнул свою охрану там и подошел к митингующими начал с ними вот такой прямой диалог и вот такой прям разжигать конфликт с людьми типа вот чего вы здесь стоите и так далее то есть вот эта слабость она точно уж не войдет в уроки истории в учебники истории и это лукашенко демонстрирует этим я считаю только свою свою такую да беспомощность вот этой ситуации спасибо евгений одна ремарочка по последней новости которые прочитал буквально за 10 минут до нашего с тобой эфира вот этого молодого человека которому лукашенко говорил убрать телефон он задержан уже задержан я этого не буквально прочитал поэтому вы понимаете все эти разговоры по поводу смягчения что вы поняли что вы поняли этот человек он ничего не сказал он выкрикнул какие-то он сказал там когда ты научишься отвечать за свои слова но на ты обратился к лукашенко вот он что он сделал и снимал это все фиксировал на телефон то есть вот за что сейчас в беларуси задерживают людей это просто катастрофа друзья лайк поставьте лайк трансляции пожалуйста и пишите свои комментарии по поводу того что вы думаете о том что происходит беларуси заходите пожалуйста голосуйте к нам во вкладку сообщества голосование звучит следующим образом какая реальная цель кремля в ситуации с лукашенко два варианта ответа чтобы лукашенко ушел первый вариант и второй чтобы лукашенко остался у нас есть промежуточные результаты 33 процента считают что кремль хочет чтобы лукашенко ушел и 67 процентов наших зрителей считают что кремль добивается того чтобы лукашенко такие остался маленькая тоже опять ремарочка друзья все новости которые приходят сейчас из беларуси необходимо какое-то подтверждение мы знаем уже ту лажу в которую сел телеканал дождь когда вывел якобы ну вернее не якобы вывел в прямой эфир якобы медика который объявил количество жертв и потом это оказалось неизвестно какой человек и сразу телеканал дождь начали бомбить все федеральные российские каналы но эта штука такая я просто к чему призываю вас к осторожности потому что сейчас идет поток информации и что там на самом деле правда мы можем видеть только из реальных стримов ну и из комментарий очень небольшого числа минских политолог теперь относительно вот опять же продолжу свою мысль относительно той динамики с которой развивалась развивались события вчера сегодня простите оговорка по фрейду вчера я на своем youtube канале выложил такое предположение как скоро лукашенко уйдет базируясь на одной такой вещи что во первых он синими пальцами синие пальцы это его цитата очень уже известно раскрученная будет держаться за власть а второе что в общем то он прошел точку не может не будет он говорил он говорил я синими пальцами не буду держаться ну да ну да ну мы переначивали для своих целей нам простите но я просто цитату привел да так вот я обращал внимание от чего зависит скорость ухода лукашенко назвал три факта первый фактор это так называемый запас прочности у оппозиции дело в том что вчера был ну вот после этого вечернего митинга ну как бы пик подъема завастовка тогда еще носила ну если не локальный характер то точно еще не общенациональный я сделал обычное предположение в такой ситуации а вот представьте себе проходит три месяца мирные протесты а лукашенко остается в кабинете хватит ли запаса прочности у митингующих и оппозиционеров и вообще у белорусского народа но это было вчера сегодня я увидел что хватит далее то что я сказал вчера это что остается сегодня второй фактор того насколько быстро уйдет господин лукашенко от власти это настроение так называемых белорусских элит и прежде всего силовиков понимаете какая штука ведь они находятся не за какой-то стенкой а находятся во всем этом болоте они общаются с людьми очень многие их родственники выступают против действующего режима и тут такая вот вилочка с одной стороны они прекрасно понимают что уход лукашенко это и их но с другой стороны друзья мы смотрите ведь уйти можно на заслуженный отдых да на пенсию а с другой стороны можно уйти на судебные разбирательства на тюремный на поэтому насколько у них слабо кишка но явно лукашенко не об этом насколько у них слабо кишка если кишка у них условно говоря сильная то есть они будут держаться до конца а если вот это все чисто житейская трусоватость которая присуща людям которые нужно не забывайте что белорусские силовики это не украинские силовые органы при всем моем сейчас негативном к ним отношении там никто никогда не воевал они никогда с этим не сталкивались у них не было майдана да у них там были эпизодические столкновения но которые знаете если в рамках там взять даже города киева такие районного масштаба но никто не воевал никогда у них не было майдана 2004 я уже не говорю про 13 и 14 год поэтому понятно что эти люди которые по природе свои наверное немного трусоват поэтому тут есть такая штука третий фактор внешне конечно мы сразу отбросим разные конспирологии по поводу литвы и польши чехи украины нидерландов как заявлял господин лукашенко посмотрим на главный определяющий фактор это город-герой москва кремль и что делается в его кабинетах и это как раз подходя к ответу на тот вопрос который ты сейчас задаешь свои продажи давай ты на него ответишь немножко позже я просто вот сейчас снова же обращаюсь к зрителям я хочу попросить чтобы light не пожалуйста эту трансляцию если она вам нравится если вы следите сейчас и смотрите пожалуйста сделайте это это абсолютно для вас не составляет труда а ее увидят намного больше большее количество людей смотрите я еще хотел обратить внимание наших зрителей на следующее вот например и ног монк вот наш пользователь под таким ником пишет абсолютно нормальный я считаю правдивый комментарий но есть один момент значит пишет следующее лукашенко надо гнать поганой метлой аж до кремля он колхозный хам безжалостный тиран и убийца упырь и кровопийца ну я совсем с этим согласен но youtube например вот он банит это то есть вот он пишет что отправлено на проверку и так далее то есть когда вы формулируете какие-то свои вещи но избегайте вот этих там прямых каких-то моментов вы понимаете можно что-то написать через многоточие где-то там вы знаете как писать комментарии пишите так для того чтобы эти комментарии они правдивы и правильно но их не видят потому что они повторюсь отправляются просто на проверку поэтому пишите комментарии с учетом того чтобы они не отправлялись чтобы каждый кто смотрит трансляцию их видео более пожалуйста да ну друзья с моим с другой стороны если вы хотите что-то написать не стесняясь выражениях уж всегда можете написать скажем мне в личку я с удовольствием с вами обсужу это в том реальном тоне который и в тех реальных терминах которые заслуживают так вот чего чего хочет лукашенко чего хочет кремль от ситуации с лукашенко то есть он хочет оставить лукашенко или все-таки он хочет чтобы лукашенко ушел ну позволь я начну по-другому я хотел бы начать все таки что существует третий фактор того как скоро лукашенко уйдет от власти это фактор внешне эта позиция кремля и вот тут давай поиграемся немножко конспирологии давай попытаемся ответить себе на один вопрос а зачем сейчас кремлю господин лукашенко и тут у нас столько векторов разных возникают где мы можем более-менее обоснованно фантазировать но первых смотрите то что я уже неоднократно неоднократно в других средствах массовой информации вспоминал вы не забывайте что 19 числа до буквально через два дня годовщина гкчп мы знаем что господин путин реально вот это реально доказано любые важные события любит подтягивать к важным с его точки зрения историческим фактом вот если до 19 числа и 19 числа он не окажет какую-то даже моральную поддержку господину лукашенко мы можем но с вероятностью 90 процентов ставить крест на поддержке кремля в общем то ждать там нам осталось два дня видите ситуация какая кремль молчит говорят его условно говоря говорящий голову но заявлений как это было в любой другой ситуации там от пресс-секретаря от говорящей лошади лаврова даже от самого господина путина пусть бы снизошел хотя мы знаем что он ненавидит люто господина лукашенко лично пусть бы поддержал своего товарища так сказать кремль молчит поэтому я так думаю на самом деле кремль до конца еще не определился смотрите что получится если кремль окажет по уставу дкб лукашенко полную поддержку получится вторая прага ведь смотрите сейчас на улицах минской беларуси нет антироссийских настроений но как только появятся на улицах российские танки все же перевернется наоборот ну зачем кремлю такой сценарий развить плюс вы не забывайте если кремль захочет оставить лукашенко это значит что ему необходимо будет продолжать финансировать то вот как некоторые наши я бы сказал без всякого знаете вот без стеснения наши абсолютно безграмотные недалекие экономические эксперты говорят про некое экономическое чудо беларусь вот ну понятно что все это на финансирование кремля существовал кто со мной не согласен пожалуйста пишите в личку я докажу вам это с помощью статистики далее да ты хотел сказать да я хотел просто просто доведи до конца мысль и просто здесь вот комментарии есть очень интересно можно почитать да ну доведу мысль до конца далее вам не кажется что гораздо проще кремлю слить условно говоря узнаете даже не слить а просто ничего не делать вспомните исторический пример советского союза когда была аннексирована фашистской гитлеровской германии область в чехии ведь советский союз буквально до последнего дня говорил о своей военной помощи и когда уже фашистская германия это я говорю сейчас про так называемый мюнхенский сговор кто не помнит 38 года предъявила ультиматум советский союз на трое ступок пропал связь то же самое приблизительно сейчас делает кремль путин просто не отвечает так вот мне казалось бы что гораздо проще кремлю и по финансовым вопросам организовать новые выборы когда лукашенко условно говоря под влиянием и без поддержки свалит по тем или иным причинам уже там они какие-то придумают и просто выставить новую кандидатуру явно пророссийской заметьте что все три основные оппозиционные кандидатуры в беларуси они так или иначе связываются с кремлем что в этом плане кремлю выгодит сами задайте все вопросы смотри вот пользователь с ником олег джа задает интересный вопрос но я ответ на него знают мне интересно что ты на по этому поводу скажешь во франции жилета вбили никто никого не волновало это норма в россии бьют стабильно норм украине бьют периодически митингующих норм это правда в украине бьют он там арестовали даже под посольством беларуси и да вот этих ребят и так далее афроамериканцев сша и белых все окей значит везде бьют и тому подобное а лука видите ли сразу монстр вот такая ситуация как ты на это отреагируешь вы знаете два фактора есть я единственное что скажу что таких зверств которые были беларуси я даже не помню на майдане ну условно говоря я уже меня я сейчас не говорю о расстрелах до людей это понятно но я имею ввиду вот чтобы прям вот так вот ну вот смотрите простая такая вещь вернее две вещи бить можно по-разному бить можно чтобы грубо говоря вывести человека из строя ну то есть свалить его на землю быстро одеть наручники для людей которые понимают что это такое прекрасно вернее они меня поддерживают что когда трое или четверо полицейских находится или было как беларуси милиционер абсолютно незачем человек людей добивать первый фактор а второй фактор скажите пожалуйста вот вы вспомнили афроамериканцев сша желтые жилеты во франции скажите пытки в сизо были хотя бы приблизительно такого масштаба ведь это не единичный случай люди массово выходят и рассказывают я с вами согласен в одном что полицейское насилие существует и существовало всегда и везде действительно в каких-то моментах она оправдана но когда протесты просто вылились то что люди еще только первый день вышли на улицу их избивали с показательной жестокостью то понятно что это был приказ просто задавить чего задал зародышки кстати это одна из главных политтехнологических ошибок господина лукашенко что он такой приказ мы можем про это поговорить отдельно но это сложно поговорим поговорим татьяна паул пишет сплошная пустая болтовня сидит какой-то болтун и приписывает москве всякие страсти татьяна уважаемая татьяна вас никто не заставляет смотреть эту трансляцию уважаемая татьяна которая защищает здесь кремль идите на трансляции киселеву скобеева и так далее пожалуйста разводите вот эти диалоги там я вам благодарен за то что вы активизируете нам чат и таким образом продвигаете нашу трансляцию но не тратьте свое время и нервы идите вот по направлению просто друзья промежуточные итоги голосования да я с тобой не согласен мне так кажется что все кто смотрят имеет право на свою точку зрения если скажем то вот госпожа который ты привел цитату считает меня условно говоря болтуном то это значит что я хоть и промежуток времени не смог донести до нее свою точку зрения я как человек который с 2014 года очень много в соцсетях общаюсь с разного рода россиянами хочу тебе сказать что вот этот комментарий на самом деле очень корректно поэтому наоборот чем больше таких людей будет у тебя на канале тем больше мы сможем до них в результате что-то донести и кстати как как ее зовут еще татьяна татьяна посмотрите трансляцию пожалуйста сначала про кремль мы говорили очень незначительный период а заболтуна вам большой отдельность значит у нас продолжается голосование на канале какая реальная цель кремля в ситуации с лукашенко первый вариант ответа чтобы лукашенко ушел второй вариант ответа чтобы лукашенко таки остался вот то как считает чего хочет кремль от этой ситуации лукашенко зайдите пожалуйста проголосуйте итоги мы подведем в конце этой трансляции володя тебе вопрос такой а скажи пожалуйста реакция зеленского она адекватная на все что происходит я имею ввиду после того когда вагнеровцев нагло бандитов которые здесь бесчинствовали на территории любимой и дорогой для лукашенко он это не раз подчеркивал украины на территории этой любимой страны бесчинствовала шайка негодяев и он этих негодяев отдает россию вот после этого достаточно ли поступает зеленский жестко да даже в дипломатии по дипломатическим каналам после вот таких вот действий лукашенко скажи пожалуйста ну тут два ответа на твой вопрос первый это знаешь так по одесски вопрос на вопрос а когда последний раз у зеленского была адекватная реакция хоть на что то первый вариант а второй вариант ну слушайте ну очевидно после он очень долго шел к тому чтобы написать вот этот свой пост в фейсбуке в твиттере но соц сетях я имею ввиду как бы выразил свое неудовольствие но сама та история с вагнеровцами крайне запутана я брошу все эти конспирологические версии которые после публикации в комсомольской вправде сегодняшнему моему удивлению начинают раздувать очень известные украинские блогеры которые говорят про тайную операцию сбу про прочее прочее не буду даже это передавать потому что это бред севый кобыл но почему были задержаны так называемые вагнеровцы это очень большая загадка которая слушайте ну имеет там десяток разных версий эти версии мы не знаем вернее про версии то знаем про правду не знаю поэтому не будем гадать на кофейной гуще я вот общаюсь с русскими скажем так политологами все более и более склоняюсь к мысли если позволите я ее выскажу что антироссийская риторика лукашенко последних двух месяцев и задержание так называемых вагнеровцы было согласовано с кремлем и была часть его предвыборной кампании для того чтобы условную часть белорусского электората который скажем так стоит на патриотических позициях увидя что белоруссии наконец-то впервые появился внешний враг отвлечь на себя но случилось то что случилось в любом случае эта карта не сыграла и в случае эта карта но знаете она из джокерной превратилась в битого шестеркой туза поэтому но это громаднейший прокол но я еще раз говорю ошибки в политтехнологии и событийных ситуациях предварной кампании это отдельный вопрос друзья нас смотрит четыре тысячи человек и стоит всего лишь тысячи лайков только четверть людей поставили лайки этой трансляции пожалуйста поставьте лайки вам что люди пишут в любом случае всем кто поставил огромное спасибо и помните что ваши лайки продвигают эту трансляцию и и посмотрит намного больше людей и в записи тоже кто нас смотрит записи тоже ставьте лайки это тоже помогает продвигать эту трансляцию уже как видео полноценно володя ответь мне еще на один вопрос скажи пожалуйста а как ты понимаешь вот такое петляющее поведение по-другому не могу просто назвать тихановской да вот она уехала там и вроде бы как отстранилась от этого всего вот а буквально вот сейчас она выступает и говорит что она готова себя вести как национальный лидер и вот вот это ее активизация с чем связано ну слушайте это же на поверхности все понятно тут не надо быть не политэкспертом не каким-то другим экспертом а просто смотреть на вещи грубо говоря с трезвой голову но она игра она 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 решила она увидела что все получается у белорусов что белорусы сплоченные без нее и решила вступить в игру снова или как не так это изначально был человек не самостоятельно ее играют ее сначала играли в закрытую теперь ее играют открытую кто играет тут слушайте опять конспирологии конечно они уже появляется какое-то там свое мнение но она прекрасно понимает что голосовали не за нее а а голосовали против лукашенко и она прекрасно понимает что президентом она не станет ни в коем случае по одной простой причине потому что эти выборы из-за нарушений признавать нельзя и поэтому будут проводиться однозначно новые выборы и никакой ее инаугурации речи быть не может да там ее сейчас все поддерживают но слушайте друзья ее играют там я не знаю ее лично наверное никто из нас тех кто смотрит эту трансляцию но видно это обыкновенная женщина которая не имеет амбиции которая более судьбы взошла на политической гребень сразу видно что это не жанна дарк но белорусской оппозиции необходимо за нее цепляться тут очень много исторических параллелей раз я уже вспомнил жану да я бы хотел вам привести еще одну историческую параллель на сей раз про возможную судьбу после отставки господина лукашенко у меня буквально сегодня некоторые размышления русских так называемых либеральных блогеров натолкнули на вот что смотрите у лукашенко то есть один очень хороший вариант провести свою старость на другом конце света точно так же как это сделал свое время молодежь на сейчас не поймет потому что просто не не помнить и не знать этой фамилии эрик хонекер ну кто не знает смотрите историю гдр который провел последние годы своей жизни в изобилии в чили точно также господин лукашенко у него как минимум три варианта венесуэла казахстан китай ничего нормальный вариант тут правда мне фейсбуке друзья еще написали что кубу я забыл но на кубе там все шатко а смотри значит давайте еще просто посмотрим что у нас голосованием значит мы задавали вопрос друзья вам а какая реальная цель кремля в ситуации с лукашенко чтобы лукашенко ушел это первый вариант и второй вариант кремль хочет чтобы лукашенко остался проголосовала три тысячи сто человек и варианты делятся так чтобы лукашенко ушел 33 процента чтобы лукашенко остался кремль хочет это 67 процентов заходите и голосу голосуйте о я скажу просто а на что лукашенко вот это ты привел в качестве шутки что он может провести там какие-то свои дни но а серьезно если вот на что он готов ради удержания власти удерживать для того чтобы удержаться власти вот вот когда крыса которую загоняют в угол она готова на многое да на что готов лукашенко готов ли он вернуться к вот этим жестким избиванием извлением и жестким пыткам в тюрьмах и так далее для того чтобы поставить этот непослушный народ на место или к чему он готов или он готов действительно просто как янукович тупо взять и убежал смотрите вопрос психологии вопрос психотипов до разные люди и они разное время находились в власти если янукович в общем-то у него был какой-то фетиш от богатства мы все прекрасно помним как через или с помощью приближенных к нему людей просто в киеве начали отниматься бизнесы то лукашенко человек другой ему сама власть он руководит народом про это постоянно говорил даже последнем интервью гордона он сказал фразу приблизительно следующего содержания я просыпаюсь утром я не президент я не понимаю что мне делать он реально не понимаю последние четверть века он этим жил он встречался с властителями мира он вел какие-то переговоры он принимал не забывайте политических беженцев из других стран снг это тоже был он проводил военные парады это вся его жизнь теперь если это вся его жизнь разрушится то она в общем-то и прекратится поэтому я так думаю он пойдет на все с другой стороны что такое на все сейчас беларуси начнут ли опять массовые зачистки и не дай боже какие какую-то стрельбу белорусские силовики после того как вот они увидели реакцию народа поэтому что такое все сидеть запишись у себя в кабинете президентском и кричать я вам не открою дверь уходите но понимаете может быть даже и такой вариант ну кстати ты сказал что я пошутил по полу берега хонекера но какие другие варианты ну купить двухкомнатную квартиру в ростове ну зачем слушай ну бог с ним уже с хонекером смотри и у меня вот еще один вопрос появился а скажи а об россии а насколько реально что россия может воспользоваться вот ситуация если лукашенко например начнет условно говоря или зажимать катастрофически зажимать гайки в беларуси да это как бы тоже это приведет еще больше волне масштабом протеста просто и это придет к хаосу или лукашенко условно говоря там убежит до от своего народа поступит как янукович и в первом во втором варианте это такой открытый плацдарм для кремля и для путина войти в беларуси аннексировать просто было я вам скажу одну такую вещь как бы она не случилось беларусь и беларусь ближайшие ну по крайней мере десятилетия не выйдет из сферы военно-геополитического влияния российской федерации по одной причине два важнейших военных стратегических объектов которые обеспечивают том числе и систему связи координации баллистических ракеты российской федерации находится беларусь если возникнет угроза этим объектом москва пойдет по всем понимаете это путин тут миндальничать не будет это он задавит всех танками это два реальных объекта кому интересно загуглитесь посмотрите которые находятся в беларуси и россии я ни при каких обстоятельствах вот ирина что он не убежит вот люди пишут что он не убежит я почему-то тоже думаю что он не бежит так я самого начала говорил что он будет держаться до власти до конца но другое дело что он может сделать дальше ведь смотрите национальная забастовка эта штука очень тяжелая вы вспомните солидарность польши в конце концов свергла коммунистический режим правда это было на протяжении достаточно долгого срока времени мы то с вами вообще уже очень многие и не помню что такое национальная забастовка ну вот те люди которым условно говоря нет 30 лет ну что помните как шахтеры в киеве сидели стучали каской да не помнить это очень штука такая опасная почему потому что она идет по нарастающему кому во вторых она реально бьет по экономике страны в нашем то случае это уже наверное и не совсем реально потому что все крупнейшие предприятия находятся частных руках а а в беларуси это абсолютно нормально и вот эта забастовка может привести ну слушайте реально к очень сложным экономическим последствиям я вам только один пример не задумывались когда лукашенко отключает интернет это бьет по бизнесу конечно бьет сколько разных интернет магазинов видео уже в ю тубе от тех ребят вот которые работают на беларуси очень сильный вот эти сектора не все записывают обращение и пишут в фейсбуке статус и говорят что вы что с ума сошли что ли это интернет это как воздух для нас но вот кстати просто для понятия цифер вам по беларуси в конце прошлого года я думаю ситуация не сильно изменялась оборот был где-то в районе где по интернет рынку худшие времена 150 миллионов долларов вот отключение интернета на один день это минус 150 миллионов долларов вот вам простой пример а забастовка когда идут уже гиганты допустим белкали это крупнейший вообще по моему евросоюзе завод и шахты которые добывают калийные удобрения это кстати я только не помню это вторая или третья статья белорусского экспорта вы понимаете как это покажется на экономике страны кстати и нам-то стоит немножко побеспокоиться почему потому что большую часть бензина мы получаем из беларуси но они эти перерабатывающие заводы беларуси ну вот на то время когда мы выходили в эфир еще не поставок ну вот эту тему мы сейчас продолжим с тобой по поводу того по каким каким причинам нужно украине действительно побеспокоиться и бензин здесь явно там не на первом месте вот люди пишут что лукашенко не убежит значит очень много людей пишут что лукашенко не никуда не собирается убегать и он все-таки ну согласно по сути с тобой да вот а то что сейчас происходит нас смотрят друзья пять с половиной тысяч человек ставьте пожалуйста лайки и делитесь этой трансляции володя посмотри я разговаривал с двумя людьми из беларуси да это вот господин карбалевич это политолог и мой знакомый активист белорусский вадим войчик и вот оба они сказали о том что украине в этой ситуации нужно подумать о том как укрепить свою северную границу и независимо от того останется лукашенко или придет тихановская или ну тем более если зайдет туда путин каким-то образом аннексирует эту страну то есть нам в любом случае нужно нужно это делать и нужно строить но по реакции зеленского по его инертности вот в ситуации с чего к вагнер с тем что лукашенко отдал в россии этих бойцов и так далее то есть у нас все как-то с опозданием и я бы шум и границу также я боюсь что я сейчас резко убавлю количество смотрящих нашу трансляцию скажу очень непопулярную вещь но слушайте всегда нужно говорить правду да я более чем уверен что с геополитической точки зрения я отбрасываю сейчас вопросы демократии я стою только на сугубо украинских интересах так вот с геополитической точки зрения нам было бы выгодно чтобы ближайшие несколько лет при власти беларуси оставался лукашенко почему потому что при нем удара оттуда точного как сейчас будет развиваться ситуация уже при ослабленном лукашенко никто не знает но друзья мои на самом деле я считаю что нельзя так ставить вопрос нужно укреплять северную границу или не нужно я вам скажу по-другому нам нужно укреплять все границы кроме западной а мы это можем сделать только в одном случае если мы семимильными шагами правдами и неправдами мытьем и катами будем продвигаться к сотрудничеству с над сейчас естественно из-за позиции действующей власти насколько я понимаю прежде всего серого кардинала господина ермака этот процесс приторможен он не развивается так сильно как при предыдущем президенте но у нас нет другого выбора ну не оставит нас российская федерация в покое поэтому весь периметр это беларусь это российская федерация это захваченный аннексированный крым это черноморское побережье включая одессу и доходя аж до молдова где я вам напомню находится российская армия вот это все наш фронт и это все нужно укреплять все укрепить у нас не получится ни одной стране мира невозможно находиться фактически в охвате враждебного кольца это было я с тобой здесь не слишком соглашусь потому что речь идет конечно же о том что в первую очередь об этом нужно думать и прилагать хоть какие-то усилия то есть финансирование находить ставить задачу например вооруженным силам то чего наш президент в принципе не делать во всяком случае в публичном поле я не знаю о чем он говорит с военными до один на один когда он там с ними выпивает и узнает как они там себя чувствуют и так далее то есть но это дурацкая вот эта история когда зеленский ездил на фронт и там жил да то есть театр на самом деле я не знаю чем он говорит с ними один на один я не знаю что происходит у них на закрытых совещаниях с минобороны например так далее может быть это действительно такая глобальная стратегия секретная которой мы не должны знать про сновесмертная но то что мы можем увидеть да и проанализировать то есть нет задач сейчас не звучат как зеленского какая-то главнокомандующего задачи укреплять северную границу я этого не слышал ну во первых я с тобой согласен главное в том что начале своего спича сказал что нужно думать думать нужно всегда вот то что задачи армии не ставятся это однозначно то что наша армия ну если скажем так не в войсковом плане и не в плане материального обеспечения стало слабее а скорее в плане боевого духа это однозначно про это говорят по крайней мере те люди с которыми общаюсь которые сейчас находятся на так называемый как говорят при зеленском границе разграничения фактически на линии фронта поэтому вопрос то очень серьезный но я к чему вел что не факт что основная угроза у нас будет с северной границы угроза у нас идет это все поэтому я уже чек не военный как там правильно где расставить пулемет и пускай решает но я с тобой согласен главном что вот этот некий извините словесный пацифизм это я очень мягко выражаюсь который звучит словах зеленского особенно классно привел эту недавнюю фразу надо выпивать с военными я тогда вот сразу отреагировал хорошо что не пыхнет это вот волна в днр так называемых там с военными боевиками поехать можно послушаем у знающие люди люди которые работают инструкторами говорят но это неэтично просто неэтично да даже если это информа это и есть да там то есть президент приехал там ну там чарку пырых халылы там и так далее то есть это что не пускается ну то есть все люди смертные все все пьют все выпивают там и так далее тем более там напряжение и понятное дело что это нужно и так далее но это публичную плоскость неэтично просто выдавать тем более устами президента вот чем дело ну во первых не просто президента главнокомандующие конечно бывают разные ситуации вот я то тоже посмотри тебе скажу была такая штука когда я вот молодой сразу после института вызывает меня тогда очень большой начальник очень богатый человек слово за слово мне говорит давай шумякни по 50 грамм коньяка а я так мне неудобно это мой начальник причем через несколько ступеней но мы с ним по 50 грамм коньяка выпили и больше никогда это не вспоминалось и тем более не выносилось немного не мной не и ну представьте я бы говорил а я с этим чуваком бухал это ты правильно очень сказал это не этично это неправильно бывают разные ситуации ну да все мужики все могут по 50 принять говорить про это но это лишний раз подчеркивает уж простите за тавтологию что наша зеленая власть зеленая в политическом плане на этом будем завершать друзья спасибо огромное нас смотрел одновременно пять с половиной тысяч человек это значит что этот эфир все-таки был интересен и вот тот человек который сидит по ту сторону экрана это не просто болтун а интересный болтун ну как минимум спасибо огромное тут у нас спрашивают в чате а собственно говоря какие условия лукашенко назвал что у нас заголовок на аватарке лукашенко назвал условия своего ухода так вот условия это новая конституция я прямо сейчас процитирую тем кто присоединился позже к нашей трансляции значит лукашенко сказал следующим следующую цитату приходите садитесь и работаем над конституцией выносим на референдум принимаем конституцию и я вам свои полномочия по конституции передам не под давлением и не через улицу вот что сказал лукашенко сегодня все на этом будем завершать спасибо огромное владимиру ковалью за то что был все это время с нами и объяснял нам то чего возможно кто-то из нас не понимает но во всем случае говорил свои мысли по этому поводу любые мысли в ценны мы собираем любые мысли любые мнения здесь на аннексия нет спасибо огромное подписывайтесь на фейсбук страницу владимира ковалья и на его youtube канал ссылку я забыл поставить в описании и поставлю после того когда закончится эта трансляция на наш фейсбук это аннексия . нет заходите и подписывайтесь telegram очень популярный мессенджер кто пользуется telegram подписывайтесь на аннексия нет просто одним словом играть аннексия нет латиницей и подписывайтесь на наш канал там мы выкладываем наше видео и пользователь телеграма его получать самыми первыми спасибо огромное всем хорошего вечера и до